Добрый день, сябры! Приветствую вас на канале Счастливый Садовод. Друзья, у меня на канале очень часто звучит вопрос. Почему не пахнет роза? Друзья, иногда роза не пахнет в самом начале, ее просто нужно подождать. Проходит год или два, и роза сама по себе начинает пахнуть, и ничего порой и делать не надо. Кроме того, в прохладную погоду аромат роз слабее, чем в теплую. Я как-то беседовала с кандидатом сельскохозяйственных наук, и вот она мне объяснила, что розы, которые растут на тяжелых почвах, богатых минеральными веществами, пахнут сильнее, чем те, что растут на легком грунте. Но вот здесь хочу аж прям три восклицательных знака поставить. Важный момент. Избыток питательных веществ снижает аромат. Мы порой, наслушавшись советом, столько вливаем удобрений под розы, что роза не в состоянии это не то, что усвоить, а выжить в такой среде. И начинает крутиться лист, роза начинает болеть. Ну и, конечно, аромат не тот. И еще один важный момент. Некоторые розы душисты при распускании, другие при полном раскрытии. А вот в дождь или на ветру почти все розы, так сказать, молчат. Думаю, каждый из вас обращал внимание на то, что темные розы пахнут сильнее. А еще розы с такими, знаете, толстыми лепестками пахнут сильнее тех, у которых такие нежные тоненькие лепестки. Друзья, поэтому давайте сейчас сделаем вывод, исходя из того, что я сказала ранее. Если ваша роза не пахнет, то либо ее нужно подождать, либо вы ее просто перекормили. И, кстати, второй случай встречается чаще всего. Либо ей не подходит грунт, либо все до банальности просто вам достался пересорт. Последнее время продавцы роз стали особенно изобретательны и продают нам пересорт тщательно замаскированный. Как правило, для пересорта подбираются розы в одной цветовой гамме и по форме цветка очень схожие. Ну вот, например, вместо Бесанденера Гио Эскот, вместо розы Дабл Делайт, очень ароматной розы, вам может прийти юбилей принца Монако или ностальжи, которые схожи между собой, но не пахнут так сильно, как пахнет Дабл Делайт. Много похожих роз, и мы потом вот получим пересорт и удивляемся, ну почему не пахнет роза, что не так с уходом? Все так, друзья, все так, просто роза не та, и такое может быть. Ну и сегодня мне очень хочется рассказать вам об ароматных розах, о розах, которые растут в моем саду. У меня уже ранее было видео на канале по ароматным розам, и вот сейчас вы видите отсылку на это видео на экране. Розы из первой подборки очень ароматные, но я повторяться не буду. Кто хочет, можете посмотреть первое видео. Эти розы до сих пор меня балуют своим ароматом. Кроме того, у большинства из них превосходные характеристики, и розы больше радуют, и аромат это огромный бонус в характеристике розы. Сейчас я расскажу о розах, которые не учла в прошлый раз, а вас хочу попросить поделиться с сортами ароматных роз в вашем саду. Ну и начну с ароматного бриллианта в моем саду, это Бенджамин Бриттон. И пусть говорят, что Джудзе Обскюр – это сокровище парфюмерного мира, но Бенджамин Бриттон пахнет сильнее и приятнее. Ну вот простите мне это субъективное мнение. Бенджамин пахнет с ног сшибающе, он обволакивает ароматом, он накрывает весь мой сад ароматом, всю улицу и еще и моих соседей. Не знаю, слышали ли вы научные исследования о том, что люди, которые регулярно вдыхают розовый аромат, намного доброжелательнее, они ненавязчивые и обладают ровной светлой аурой. Кроме того, аромат цветка розы помогает выбраться из депрессии. Думаю, вы поняли, что у меня с соседями очень хорошее отношение и, конечно же, огромный вклад в наше душевное равновесие внес Бенджамин Бриттон. В высоту он достигает в пятой климатической зоне двух метров. Если вы живете южнее, то он с легкостью достигнет и трех метров. Цветок в диаметре где-то около 10 сантиметров. Цветок держится пять дней. Дождь для него не проблема, а вот знаете, такое пекучее ядреное солнце 40 плюс. Роза переносит удовлетворительно, но может подпекаться. Могу вам порекомендовать очень интенсивный полив этой розы в жаркие дни. Долго думала, включать в перечень или не включать розу сорта Солита, потому что у нее очень спорный аромат. Вот распускается один цветок, подойдешь, понюхаешь, ну, умеренный, очень умеренный запах. Но когда цветов много, она с легкостью составляет конкуренцию польки по интенсивности аромата. Диаметр цветка розы Солита где-то 10-12 сантиметров. И цветок у плетистой розы в форме чайно-гибридной розы. У меня с такими же характеристиками роза эльф. Плетистая роза с цветком чайно-гибридной розы. Вот и у Солиты тоже плетистая роза с цветком чайно-гибридной розы. Очень элегантный, красивый цветок, необычной цветовой гаммы. У него какой-то такой безумный оранжево-красный цвет, да еще и с таким отцветом коралловым. Роза даже когда выгорает, выглядит очень красиво. У нее появляется какой-то такой темно-розовый оттенок. Но вы не волнуйтесь, все равно это смотрится очень привлекательно. Диаметр цветка розы Солита где-то около 10 сантиметров, может быть и 12 сантиметров. Вот она цветет обильно и практически непрерывно. Это очень мощный куст. Куст может быть и 3 метра на 3 метра, а может быть и больше. Поэтому имейте в виду, Солите нужно много места. Роза отлично зимует, очень устойчива к мучнистой рассе. Но, друзья, она поражается черной пятнистостью. Это первый ее недостаток. И еще один важный момент, на который хочу обратить ваше внимание. Друзья, если вам нравится удобрение Плантофол, то мимо Солиты с Плантофолом проходите смело. Потому что если вы покормите Солиту по листу удобрением Плантофол, она обязательно заболеет. Проверено на практике. Правда, я в этом году попробовала. Роза Солита не любит обработки по листу удобрением Плантофол. Это одна из самых ярких плетистых роз. Ну, а ее аромат это такой приятный бонус. Биг Пёрпл. Роза с очень крупными цветами. В диаметре они достигают иногда 16 сантиметров. Очень красивого фиолетового цвета. С очень сильным ароматом. В аромате я чувствую розовое масло. И еще какие-то освежающие нотки. Свой цветок роза держит где-то около 5-7 дней. Но на солнце она выгорает. И я посадила ее в полутень. Но она и на солнце отличается таким неконтролируемым буйным ростом. А в полутене она у меня с легкостью достигает 2 метров. Причем в ширину она очень узкая. Сантиметров, наверное, 70. Такая получается долговязая красавица. Она прекрасно переносит погодные неприятности. И к болезням относится достаточно спокойно. Она не лучше и не хуже остальных роз. Но ее главное достоинство – это аромат. Вот если вам нужен какой-то ароматный участок сада, Big Purple туда можно посадить. Но имейте в виду, что это такая роза для второго, а то и для третьего плана. Гертруда Джекил. Это одна из наиболее известных роз английской селекции Дэвида Остина. Она не требует ухода какого-то специфического. И чтобы показать ей себя во всей красе, просто дайте ей место на солнце. Кстати, это очень важное условие. Гертруда будет плохо расти в полутени или где-то в затененном участке, частично затененном участке. Ей надо вот прям целый день солнца. У нее такие ароматные цветы. Ой, друзья, мне даже порой бывает очень сложно назвать какую-то розу, которая бы пахла сильнее, чем Гертруда Джекил. Правда, у нее такой сногсшибающий аромат. Вот все пахнут нежно, фруктами там, изящно, аккуратно. Гертруда, когда пахнет, это прям, понимаете, под дых удар. Настолько у нее интенсивный аромат. Она прекрасно подходит для того, чтобы ее добавлять лепестки в чай. Из нее получается прекрасное варенье. Но имейте в виду, розу нельзя тогда обрабатывать никакой химией, никакими фунгицидами, гербицидами, вот этими вот всеми препаратами. Если вы собираетесь розу использовать в кулинарных каких-то своих целях, все, забудьте о химии. Только органическое земледелие. У розы цветок в диаметре где-то сантиметров 10. И цветки холодного розового цвета со временем чуть так вот выгорают на солнце, но по-королевски изящно выгорают. Гертруда Джекил очень аккуратно выгорает и не мучает глаз своим неопрятным цветком. Есть недостаток, друзья, роза держит свой цветок, ну, 3 дня. Самый оптимистичный прогноз 5 дней, но это бывает очень редко, когда небо пасмурное, когда больше дождей, чем солнце. Вот в этом году у меня получилось так понаблюдать за цветком розы Гертруда Джекил 5 дней, но это скорее исключение, чем правило. Куст должен быть 150 сантиметров. Друзья, в моем саду, вот вы сейчас видите, роза не цветет осенью. Видите, какой куст? 3 на 3 метра, наверное. Огроменный просто. На следующий год его обрезать не буду. Хочу вам показать, что будет с розой, если ей дать волю и предоставить возможность расти, как ей хочется. Насколько это сказывается на обильности ее цветения. Вот такой эксперимент я хочу провести. Понаблюдаем с вами и определим для нее самый оптимальный вариант обрезки. Потому что вы вот видите, что когда роза цветет, Гертруда Джекил, я ее режу где-то на 150 сантиметров, и меня вполне устраивает вот такой диаметр этой розы. Но если природой заложено вот ее такое интенсивное, стремительное желание расти, ну хорошо. Хочу провести эксперимент и посмотреть, не скажется ли ее рост на обильности ее цветения. Посмотрим в следующем году. Артур Белл. Она такая жизнерадостная. Она безумно жизнестойкая. Ее можно не укрывать. Она прекрасно растет, цветет, зимует. Она практически не болеет. Она быстро отцветает и снова зацветает. А аромат у нее какой, ой, друзья, до чего ж у нее сильный, приятный аромат. Пахнет фруктами, ну такими освежающими фруктами. Самый главный ее недостаток – это выгорание цветов. Вот утром она может распуститься в приятном таком лимонно-желтом оттенке. Вечером уже все. Это уже что-то бежево-желтое, бежево-белое, что-то такое выцветшее. А на следующий день она уже цветает. Все, уже цветок перецвел. Роза держит свой цветок от силы три дня. Цветов много. Цветет она обильно. Цветет, я уже повторюсь, постоянно. Аромат распространяется по всему саду. Но я к этой розе отношусь очень критично. У меня она растет на втором плане. Мой глаз она не мучает. Я аромат чувствую. И все на этом. Она прекрасно смотрится в компании с розой Ханзинштадт Росток. Рядом с ней растут розы, которые не имеют аромата. Поэтому ее ценность для меня велика. Она вот эту вот зону сада окутывает ароматом. И я ей за это говорю спасибо. Вам сразу говорю о ее недостатках. Чтобы вы тысячу раз подумали, а надо ли вам вот такое вот ароматное сокровище в саду, которое перецветает за два дня. Роза в высоту с легкостью достигает 150 сантиметров. Диаметр цветка где-то 10-12 сантиметров. Я знаю, что существует плетистый сорт розы Артур Белл. В моем саду это флорибунда Артур Белл. Вы все знаете, что флорибунды, как правило, не пахнут. Вот Артур Белл это такое уникальное сокровище розового мира. Фредерик Мистраль. Хорош. Вот хорош нет слов. У него такой приятный цвет. Он такой изящный. Он такой невероятный. И размер цветка очень оптимистичен. До 16 сантиметров. Но его аромат это что-то невозможное. Вот там угадывается и липа, и лимон, и ландыш. Аромат очень освежающий, такой бодрящий, очень летучий. И к капризам погоды Фредерик Мистраль относится очень толерантно. Но недостатки есть. Он свой цветок держит где-то около пяти дней. И в высоту куст с легкостью достигнет двух метров. Что выглядит не очень привлекательно для чайно-гибридной розы. Но если говорить об аромате, то сложно найти достойную конкуренцию Фредерику Мистральу. Кстати, забыла сказать, что пока готовила это видео, я читала различные научные статьи. Смотрела и слушала различных ученых. И практически все они отмечают, что цветение благоухающих роз очень скоротечно. Понимаете, как будто роза платит за свой аромат быстротечностью цветения. В этом что-то есть. Я тоже обратила внимание на то, что большинство ароматных роз очень быстро перецветают. Вот зачем далеко ходить? Яркий пример розы Остина старой селекции. Они ароматные, но при этом отцветают очень быстро. И несколько слов о представительнице роз Остина, леди Эмми Гамильтон. Это один из самых ярких и неординарных сортов в знаменитой коллекции роз Остина, как мы их называем. Роза высоко ценится среди цветоводов из-за оригинальной расцветки и превосходного аромата с фруктовым тоном, в котором чувствуются для меня цитрусовые нотки. Но специалисты говорят, что угадываются еще грушевые и виноградные нотки. В высоту куст достигает 150 сантиметров. Диаметр цветка где-то около 10 сантиметров. И свой цветок роза держит около недели. Полька. Плетистая роза в высоту достигает 3 метров. В моем саду она пока еще около метра. Она очень обильно цветущая и очень ароматная. Диаметр цветка около 10 сантиметров. Но я видела экземпляры и по 12 и по 14 сантиметров. Роза держит свой цветок где-то 7-10 дней. Очень достойная роза. Она прекрасно выдерживает и солнце, и дождь. Никаких проблем она не замечает. Ну, а из недостатков я выделяю только ее шипастость. И все на этом. Фишерман Фрэнк. Роза глубокого такого бордово-фиолетового цвета. С интенсивным ароматом дамасской розы. В высоту достигает 150 сантиметров. Легко. Думаю, что в более южных регионах он будет и 2 метра. Если у кого-то растет в 6-й климатической зоне Фишерман Фрэнк, отзовитесь, пожалуйста, расскажите, как он себя ведет в вашей климатической зоне. Ну, вот в 5-й климатической зоне он 150 сантиметров с легкостью берет. У него цветок в диаметре 15, а то и 20 сантиметров. Я ничего не преувеличиваю. Это колоссальный цветок. Это роза выдающихся качеств. О ней можно говорить только в превосходной форме. И все время говорить слишком, слишком, слишком. Роза великолепная. Роза невероятная. И цветок она свой держит где-то около 10 дней. Роза очень ароматная. Это ароматное произведение искусства. Ну, и что, что роза шипастая? Ну, не трогать ее, а просто давать любоваться. И у нее, ну, такая гармония с капризами погоды. Ей что солнце, ей что дождь. Ну, растет, цветет и пахнет. Понимаете? Еще и пахнет. Идеальная роза. Вот фишерман френд. Роза для тех, кому хочется всего и сразу. И цветок большой, и надежную, и не болеющую, и ароматную. Вот-вот, это она. Клод Броссер. У этой розы, ну, такая красивая лавандовая окраска. И ее цветок, ну, это что-то совершенное. Аромат, это отдельная песня. В аромате угадываются нотки дикой розы с примесью цитруса и лаванды. Вот что-то вот в этой интонации. Роза в высоту достигает 100-150 сантиметров. Цветок в диаметре 13-14 сантиметров. И роза держит свой цветок где-то около 10 дней. Но немножко о недостатках. На солнце роза выгорает. Поэтому я рискну вам посоветовать высадить ее в полутень. И не очень опрятно смотрятся вот выцветшие цветы рядом с вновь расцветшими. Потому что роза цветет такими кластерами. В целом, это не очень критично. Но я же знаю, что среди нас есть перфекционисты. Поэтому вы думайте. Друзья, сегодня мы с вами поговорили о ароматных розах. Обсудили проблемы, которые возникают при выращивании ароматных роз. Заострили наше внимание на проблемных моментах, почему роза не пахнет. Кроме того, я вам рассказала о лучших ароматных сортах моего сада. Я вам желаю удачи во всех начинаниях. А на сегодня у меня все. Я уже по вам скучаю. До новых встреч, друзья. До свидания.